Друзья, всем привет! Недавно со мной связались мои друзья из Вологодской области. Они поддерживают защитников Шиеса и раньше поддерживали, и сейчас поддерживают. Вместе мы ездили в Шиес на дежурство. И никто не думал, не гадал, но вот у моих друзей в Вологодской области, а точнее это поселок Тарнака, Тарнакский городок, они тоже столкнулись с мусорной проблемой. У них планируется построить большой мусорный полигон. Правда, это будет полигон не московского мусора, а региональный, местный межмуниципальный полигон. То есть в радиусе 200-300 километров будет собираться мусор и свозиться к ним в Тарнаку, в один большой полигон складироваться. Естественно, местные жители против этой ситуации, против завоза чужих отходов со всех районов, буквально с полобласти, к ним в поселок Вадим-Втарнаку. Создали петицию и попросили меня озвучить эту ситуацию. Так что, друзья, просьба перейти по ссылочке, у меня будет ссылочка внизу под этим видео, ссылочка на эту петицию, зайти на сайт, нажать кнопочку «Общественное обсуждение», там откроется вкладка и нужно будет заполнить все поля и нажать кнопочку «Ответить на вопросы», ответить на вопросы, заполнить эту схемку, сохранить ее и отправить. Значит, общественные обсуждения сейчас идут до 2 января 2021 года. Осталось буквально 4 дня. За эти 4 дня нужно собрать 2500 голосов против. Ну и чем больше, тем лучше. 3-4-5 тысяч голосов. Это еще будет, чтобы было наверняка, еще будет лучше. Так что люди собирают подписи, чтобы этот полигон у них не организовали. И, кстати говоря, мне до Тарнаги расстояние 200 километров от моего дома, где я живу, до 6500 километров. Так что, земляки, кто живет в Вельске, Вельский район, кто живет в поселок Октябрьский, речка Кокшинга получается попадает в зону опасности, в зону риска. Потому что верховье, самое верховье Кокшинги, все ручьи и верховые речки будут заражены этим полигоном. Все их речки впадают в нашу Кокшингу. И наша Кокшинга может быть, по нашей Кокшинге может поплыть дерьмецом. Так что тоже подключайтесь к этой петиции, нужно оставить свои голоса против, чтобы и нашу речку не заразили. А вообще нужно делать и вводить раздельный сбор отходов и устраивать переработку. Хватит уже заколебали, а не вот это передвижение. Круговорот мусора в природе туда-сюда возят, перевозят, копают, закапывают, перекапывают, снова выкапывают, снова перевозят. Распиливание бюджета, трата наших денег. Так что, друзья, подключаемся к этой петиции, оставляем голоса против. В следующий раз, если получится, покажу вам видео обращения от жителей из Тарнаги. Хотели записать это видео сегодня, но мороз минус 30, и не получилось этого сделать. Пообещали в следующий раз записать и отправить мне, чтоб я вам показал. В этот раз видео записала только одна девушка с просьбой о помощи. Сейчас в продолжении я вставлю и покажу вам. Ну, а я буду прощаться. Спасибо, что смотрите, друзья. До скорой встречи. Всем пока. Дорогие друзья, я родилась на территории небольшого и самобытного уголка Волокотской области в Тарнагском районе. Удаленность от железных дорог и областного центра на протяжении многих столетий позволяла сохранить первозданную природу и чистоту края. Но это может все закончиться через два года. Если мы допустим с вами принятие закона о возе мусора из Великоустовского района на полигон Тарнаги. Как часто я слышу, что от моего мнения ничего не зависит и все решения примут без меня. Друзья, сейчас не тот случай, когда можно оставаться в стороне. Сейчас от мнения каждого зависит, примут закон или нет. Пожалуйста, поддержите чистоту моего района. Зайдите на портал Волокотской области и оставьте свой протест о принятии закона. Мы все ждем, что 2021 год станет чудесным. Так давайте создадим чудо вместе и оставим вместо двух с половиной тысяч пять тысяч протестов о принятии закона. Времени очень мало. Поэтому поторопитесь. Спасибо каждому. Будьте здоровы!